хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя андрей полное фамилия майоров андрей николаевич откуда сам родом забайкальский край и неразоводский район село аргунск село какое аргунск аргунск год рождения 0 2 11 1912 семья есть да дети есть но разведены а сколько детей и сколько лет четверо старшему 11 будет мы четверо детей много нормально не в смысле что как бы 1 2 ребенка четверо это как бы уже многодетная семья до считается как по полу украины приехали как бы сказать на лагерь сидела до отбывал за что за коноплю 228 часть 2 а что делать с коноплей продавал употреблял употреблял без цели сбыта и сколько дали лет четыре года шесть месяцев за коноплю четыре года шесть месяцев и кто приехал в колонию колония какая была где общий режим там же забайкальском крае окей и кто приехал ну вагнер приехал пригожен или представители представители я прибавлю не видел ни разу и что предложили ну и что там все судимости несудимости сниму чистый лист как бы деньги будут платить сколько обещали учебка сто тысяч раз боевыми если что двести а смотрите оставалось три месяца ну да а почему согласился в основном изо чистого листа чтобы изменило если бы осидел три месяца и вышел но судимости были бы фигурировались по везде там повлияло бы на детей то дальнейшем мучиться не учиться а сколько колония как бы общего режима человек было в общем в колонии 300 с чем это было а согласила сколько человек 50 может меньше и когда привезли в украину но мы вот контракт подписывали уже 25 по ходу ноября в этом лагеря в детский лагерь или как ли там лесу это территория украина уже было да луганск по ходу муганской области донецкой не знаю точно а украина когда взяли 18 или 17 января а где по солидарам какие задания оставились ну ну очень в основном там продукты таскали вот потом нас отправили сказали что можно четче немного говорить продукты таскали сначала потом отправили на то что занятия по рону то что там нету никого мы пришли получается залезли вот этот блиндаж и вот нас там в плен взяли блиндажа а жена знала что едешь воевать бывшая но что сказала ну как бы сказала зачем тебе это против было да шкурный интерес чисто был или деньги тоже играли роль деньги тоже играли но и в основном вот чисто лист а про идеологию что-то говорили в агнара когда приезжали ничего не говорили ну то есть там за россию за родину и там вперед ну может было уж сколько прошло сильно уж не помню смотри это немного как бы смешно звучит потому что вот это то что ты сделал в жизни это могла быть роковая ошибка все возможно это понимаешь что то что мы с тобой разговаривать вообще удача для тебя не для меня понимаю и никогда не думал что буду разговаривать в жизни там год назад что буду разговаривать с вагнерами еще из-за байкальского края кем-то вообще хреново даже себе представляет где это это далеко отсюда да я знаю что это далеко а до этого чем занимался до того как принялись коноплей работал а кем дом семей работал участник там в лесу работал скот пас на зернотоки можно сказать равно рабочий какая средняя зарплата было 30000 месяц путем ты тысячи в день тысячи в день но как бы тяжело с этой зарплаты же до четверо детей как бы хватало а жена чем занималась ростила ничем по хозяйству дома деньги жена получила на кого деньги перевел это все наличкой получалось да пока сказали по окончании контракта доверенное лицо не было у меня а кто было у тебя доверено сестра я не дозвонился в тот момент там было паспортные данные чтобы получала я написал отказ то что по концу контракта выплачет 30000 рублей это вот если перевести на деньги я смотрю это 220 230 долларов не так правильно это же тяжело жить на такие деньги ну в деревне хватает но там в основном все свое то есть там какое-то приусадебное хозяйство скот и так далее да но если по сравнению тоже 200 штук и где 30 где-то сумасшедшие деньги реально заработать где-то в россии 200 тысяч можно заработать но в месяц точно не заработаешь 150 минимум и то есть лифты будешь в артели работать золотодобывающие пульта юрист получает 150 примерно в месяц а тебе потом устроиться ну да почему там в основном все свои работают один устроился там друга-недруга позвонки но ты бы хотел там работать да образование не позволял покой тебя вот я как бы сказать на лагере выучился только на электромонтаж слушай вот я смотрю так на тебя вот какой нахрен неси вояка ну конечно деревенские обычно мужичары ну типа да а что ты знаешь вообще в украине ничего в основном можно сказать а из деревни куда-то выезжал нет вообще так по району только и все дальше 4 не было нигде а нацизм фашизм что в украине что-то слышал да слышал типа что же но я не увидел этого но верил в это верила то что рассказывали по телевизору по телевизору показывать смотрел новости новости а может объяснить что такое нацизм нет не могу ну по истории как бы там фильмы не фильмы смотрел то что захватывает там силами силой народ уничтожает нацист ну да где в украине что не как бы вот по истории вот это за вторая мировая война да 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 а ты один из деревни который поехал его сюда или еще там есть забайкальского края уехали но там и мобилизировали тоже тоже да 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 я как звонил еще с лагеря сестре узнал она рассказывала что служу тех мобилизировали а что а где-то на прибрал у себя нет она растет везде то есть и все вот там курят его да но не все но курят большинство да а как бы а полиция не борется с этим то что растет борется уничтожает уничтожает да а почему не могут это как бы на если запрещено некоторые говорят лучше при чем выпивать везде растет то есть это не проблема там не срывать высушить да но где есть она как бы слабая и сильная а ты какую курил моя всякую курил ну типа нравилось да типа да нормально ну как бы немного торчал да от жизни ну по-любому там прикалывать какую-нибудь работу делать потом втягиваешься во сколько курил сколько курил ну лет пять может курил то есть все знали что курил а взяли на пятом году курить или как как бы все но родственники знали там друзья товарищ это как происходит ну например какая-то пьянка да вот там там накосили конопли давайте вот закурим да какой-то праздник ну нормально да ну конечно нормально да а чему-то приколупались наркотиком приравняли все чужом запрещено в россии курить употреблять не так это ярко я понимаю конопля запрещено и в украине да ну так вот чтобы там ну это как бы легко было достать и так далее ну там же это деревня провели вас как у вас нет который тихо местный правильно нет у нас как бы полиции нет даже участкового не было в деревне до 65 километров они специально приехали да кто-то на вел походу это торчало с коноплей тогда когда они ехали нет но знали где искать правильно я понимаю ну да а сколько нашли килограмм 76 грамм вот это нормально так наскладировал килограмм 76 грамм до весна это был это все просто про запас на чтобы там следую до следующего урожая можно так сказать сказать ментам вот сколько растет ну да не объяснишь нарушаю закон значит нарушающих ну хорошо давай отойдем от наркотика от канапы смотри вот ничего не знаешь украине и так далее приехал с чистого листа объясни мне ты можешь мне объяснить за что воюет россия здесь не могу на этот вопрос ничего сказать а почему все в россии идут как бараны вот сюда ну не знаю кого-то мобилизирует идут кто-то в контракты подписывают кто-то из-за денег идет вот кто-то из-за чистого листа кому-то срока кто-то боится чтобы не посадили но как я слышал что вот если будут кружиться но то лишь лавировать мобилизации то что будут 40 давать ну не знаю правда это неправда но слышал то плате нравится жить такой стране ну нормально че я в деревне жил и не об этом ну то есть никто не может объяснить и в том числе за что здесь воюет россия но все идут на убой как бараны даже видел сколько смертей по солидарам ну да где логика этого всего никто не может объяснить но все идут это что значит не могу тоже объяснить ничего хочешь сказать что-то украинцы думаю закончится это все он скорее бы закончил и чтобы в мире жили как должно закончиться как мирным почем все ну что это значит это вообще слова чтобы в мире и согласия исчезли единственное чтобы это все закончилось это нужно украине победить единственный вариант другого нет вы же лезть как таракан а ты понимаешь вот у тебя какое образование 11 просто 11 класса да но и лектор монтажный ну какой у тебя статус здесь военнопленного правильно а почему взяли в плен то что на войне был не на войне можно быть потому что оккупант правильно пришел оккупировать территории ты говоришь что любишь фильмы второй мировой войне любишь не смотрел смотрел до немцы сюда приходили что делать завоевывать завоевывать а сейчас потомки дедов которые воевали приходят завоевывать украинцы правильно говорю дима получается оккупант и когда это все закончится то буду делать фильмы о том как украинцы защищали свою землю ну конечно от оккупантов как ты детям это все объяснишь что ты делал здесь ну короче ну похрен тебе да если так взять на нет конечно как может быть похрен посмотри виновными граждан россии преступлениях совершенных их армией то есть ты на территории украины считают 87 процентов украинцев то есть почти все все украинцы считают что все россияне виноваты в том что сейчас происходит их вины здесь что может по этому поводу сказать это последняя последний соцопрос и не знаю да могу ответить на ты просто не хочешь боишься хочешь что-то сказать россиянам и ничего вообще